Привет, землянам! В прошлый раз немного поиздевался над паразитарием. Кто за мной следит, хорошо знают, что я всю жизнь борюсь с паразитами, как физическими, моральными, энергетическими, интернетовскими и теми, которые вокруг нас и в нас. Прикольно было наблюдать, как некоторые отмороженные безоглядно заглатывают наживку. Для некоторых приматов, у которых не держание, поясню, что жёсткий озон отличается от мягкого при определённых условиях. Кроме кислорода изменяет химическую формулу азота, которого полно вокруг нас, от чего образуется азотная кислота. Вот она очень агрессивна и опасна. А ещё кварцевые ультрафиолетовые лампы, показанные мною в прошлом ролике, провоцируют выработку жёсткого озона. Я ещё несколько лет назад, когда рассказывал про намотку торов для вихревых энергий, предупреждал, чтобы срочные правда тщательно изолировали, так как может образоваться коронка и выработка неконтролируемого вредного озона. В нашем же приборе нет коронного разряда, а создан ионизированный поток, от чего азот не взаимодействует, а только кислород. Ну да ладно, обезьянам это всё равно не дойдёт. А вот брошенный пробный шар про комбиозонатор показал подавляющую адекватность тематики и готовность к дальнейшему развитию. Поэтому о глобальной проблеме и влиянию на него данного девайса напишу отдельную тему. Единственное, чем заострюсь в начале выпуска, это моя просьба. Кстати, о чём почти никогда не просил. Распространяйте выпуски по ионизатору везде, где можете. Прошу не за себя, а за коллег и их уникальную разработку, которая могла бы переломить сегодняшний ход гнетущих и даже фатальных событий. Делайте репосты, ссылки размещайте у себя. Пишите сообщения, какие хотите, лайки, дизлайки. Регистрируйтесь на телеграме, ссылка в описании. Не стесняйтесь и не оглядывайтесь. Я вообще не уважаю тех, кто бросается страйками и пытается забанить каналы за размещение даже трёх секунд их галимейшего контента. Гундозит о неком авторстве, хотя у самих уровень мозговой активности, как у личинки в биогумусе. Какое может быть авторство в выделении собственных отходов в общественном туалете? И да, ещё раз напомню для паразитов. В выпуске по комбиозонатору не являются рекламой продаж или впаривания товара. На моём канале ничего не продаётся и не рекламируется. Я рассказываю и показываю подробнейшим образом про новейшие нетрадиционные технологии для самостоятельного изготовления и использования. Не пытайтесь меня унизить своим собственным тупизмом. Ладно, а теперь техническая часть. На сей раз покажу вам секретную схему устройства и печатную плату. Эту схему мне предоставил разработчик. Поблочная. Она состоит из самого генератора. Схема простейшая. Объясню, что и как. Это таймер. Фильтр питания. Индикатор питания, который в будущем не нужен будет. И высоковольтная часть, конечно, тор. Умножитель напряжения. И наш ионизатор. Здесь плата защиты с аккумуляторами, которую я не рекомендую. И конкретно по схеме. Тут было несколько мелких ошибок. Я всё исправил. Единственное, что разводку земли и общего провода я не скорректировал. Хотя на самом деле здесь разводка не совсем правильная. Но она уже не будет иметь значения, так как я рекомендовал ребятам поставить вместо платы защиты, которую там совершенно не годится, именно плату зарядки полноценную. Вот на неё подаётся 5-12 вольт. То есть можно как и от USB, так и от любого блока питания, хоть от бортовой сети автомобиля. Здесь батарея ставится вместо тех трёх последовательных. Здесь всего одна. Причём можно поставить на 2, на 3, на 5 ампер. А вот это уже полноценный 12-ти вольтовый выход. Вот здесь вот перемычка ставится. Точнее можно запаять. Будет 12 вольт, а так 9 вольт. И всё. Тогда вот этот индикатор питания заряда не нужен. То есть это лишнее. Вот здесь вот индикаторы есть. Диоды просто ставятся и всё. Таймер я тоже считаю для нас лишний для повторения. Так же, как и вот этот транзистор, соответственно, остаются только диоды. И то, если вы, конечно, ультрафиолетовые поставите, ну, можете синее. Самое главное это вот схема на TD-7056, торг и умножитель. Всё остальное будет лишнее. Поэтому я начертил свою схему, минимизированную до упора, что и показываю. Вот здесь всё очень просто. Питающая часть. Сама TD-7056. Тут всё по питанию. Вот этот резистор не обязательно на пятую ножку. Вот здесь ферритовое кольцо. От 8 до 12 миллиметров. В диаметре можно любое брать. Вот отсюда с 6-8 ноги идёт на торг. Генерация. А это обратка для возбуждения этого генератора. Чтобы он стал автогенератором. Я это тоже сейчас покажу, объясню. Ёмкость здесь может быть от 3.300 до 0.22. Ну, и даже чуть больше. Даже 0.1 можно сюда поставить. Всё будет работать. И самое главное тут у нас решение. Очень оригинальное. За что респект разработчику. Как они решили проблему с миниферизацией и умножением напряжения. Всё-таки здесь должно быть достаточно высокое напряжение. Здесь примена цепочка из 8 пар диодов, 8 конденсаторов. И другая часть тоже из 8 пар и 8 конденсаторов. Я здесь сократил до 4, но понятно, что до 8. И дальше вот здесь плюс у нас идёт на обруч. А минус идёт на иголку. Из-за чего возникает ионизация. Но она бы не возникала, если бы не вот это вот интереснейшее техническое решение. Дальше мы это всё рассмотрим. Вот внешний вид самой платы. Это вот фильтр по питанию подключен. Это у нас будет лишнее. Здесь тиристор для контроля индикации напряжения и зарядки. Оно нам не нужно здесь. Вот этот таймер тоже с транзистором. Это всё не нужно. То есть фактически здесь всё пустое поле. Тем более вот этот танталовый конденсатор не нужен. Лучше вместо такого вот сюда по питанию ещё поставить хотя бы сотку на 16 вольт. Вот сюда. Тут есть место вот где вот вторая нога. Вот здесь вот идёт у нас земля. А вторая нога это плюс. Вот где-нибудь здесь можно разместить ещё вот такой вот конденсатор электролитический. Потому что вот таких вот будет маловато всё-таки. Дальше. Третья нога это у нас обратка. Вот это кольцо. И здесь полувиток идёт. Вот второй полувиток снимается с шестой ноги, которая идёт на тор. И восьмая нога, то что идёт на тор. Естественно, первая и девятая не используются. Пятая нога, как я говорил, она может просто висеть в воздухе. Ничего страшного. Но по грамоте всё-таки резистор на плюс питание надо повесить. Четвёртая, седьмая. Это у нас земля. И вот я немножко заострю внимание на самой разводке этой платы. Вот другой ракурс. Внимательно можем всё посмотреть. Хотя что есть смотреть, здесь всего ничего. Микросхема, кольцо и конденсатор. Тоже фактически на трёх деталях. Немножко по-другому здесь реализация идёт, обратки. И из-за этого здесь не синусоида, а почти пила. Но для данного режима нам это абсолютно не важно. Вот такая сборка. Вот это раскладка платы полностью с двух сторон. И размещение деталей. Это я вам предоставлю. Так что можете сами эту плату делать. Высоковольтная часть обратной стороны платы. И вот мы видим эти вот площадки, которые будут потом перекрываться специальными пластинами. Эту всю технологию расскажу в следующий раз. И как видите, вот диоды по парам идут. С одной стороны, с другой стороны, плюс-минус. И конденсаторы. Конденсаторы высоковольтные. Они относительно дорогие. Но вот я там кидал ссылки на более дешёвые варианты. Но я не знаю, это Китай есть Китай. Насколько они будут серьёзно здесь работать при 1000 вольтах. Это уже чистая плата по раскладке, без деталей. Дело в том, что если вы будете какие-то другие элементы применять. Например, не SMD, а обычные. То, конечно, вот это надо будет всё несколько увеличивать. Но увеличить, например, размер. Хотя, если подрезать конденсаторы, то они здесь, в принципе, ножками тоже станут. Только места больше займут внешне. И вот здесь поподробнее я хочу остановиться на самой топологии. Ну, я всё-таки критик. И все не совсем правильные моменты я всегда стараюсь подметить. Как я вам уже когда-то тоже рассказывал про правильную раскладку питания и земли. Так вот, здесь, например, идёт земля и плюс. Плюс вот он идёт на вторую ножку. Вот это у нас первая ножка микросхемы. Это вторая, четвёртая и седьмая. Это у нас земля. Так вот, земля, видите, как разведена? Через дополнительный радиатор для микросхемы. То есть, при помощи печати сделан дополнительный радиатор. И вот таким контуром обходит полностью всё. С одной стороны, правильно, что земля, она вообще должна распластаться здесь везде, где можно. Но дело в том, что нагрузка основная. Здесь же питание 12 вольт и потребление вот этой микросхемы, из-за того, что здесь у нас умножитель, в общем, нагрузка приличная и работает на два выхода эта микросхема на шестой и восьмой. То у нас потребление 300 миллиампер. Это довольно прилично. И вот здесь уже вот эти контуры при 12 вольтах и 300 миллиамперах, они могут звенеть. А питание получается, что вот короткий путь приходит сюда, питающий. И вот это всё у нас образует контур. Как один, так и второй. В результате может проходить звон некоторый. Это не столь страшно, тем более, что именно у этого прибора некое другое предназначение. Больше всего для озонирования. Но тем не менее, он ещё и работает, как и вихревая энергия. И чтобы не было всяких лишних модуляций и звона, всё-таки желательно вот эту землю делать напрямую. Ближе вот сюда. И не такими тонкими проводами, а потолще. Но дело в том, что из-за того, что здесь накрутили кучу всего, вот таймеры, всякие индикаторы. И поэтому земля не получилась, чтобы она пошла напрямую на четвёртую, седьмую ногу. И вот пришлось вот так. Но если мы не применяем вот это всё лишнее, и тем более вот этот таймер, то землю мы можем прямо пустить. Причём надо учитывать, что здесь хоть и правильно, вот, например, обратка собрана. Вот здесь вот у нас на третью идёт емкость и полувиток с кольца. Но здесь вот почти правильно. Хотя, тем не менее, можно было бы ещё ближе. Вот это разместить не сюда, вот как здесь, а где-нибудь вот сюда, поближе. К земле именно самой микросхемы. Ну, это мои нюансы, которые я бы сделал именно так. По-другому я просто для себя не вижу. Но, тем не менее, система работает. Проблема в том, что оно и без емкостей может там каких-то работать, и ещё как-то по-другому развести. Но потом, в будущем, когда вы будете эксплуатировать устройство, при каких-то температурах, при каких-то влажности другой, ещё какие-то параметры, питание у вас будет там где-то прыгать не то. И в результате у вас или будет затыкаться микросхема, или какие-то выдавать не те параметры. То есть она будет работать неустойчиво. Для того, чтобы работало всё устойчиво, надо соблюдать определённые условия подключения. А так всё отлично, всё в порядке. Вот здесь мы смотрим уже собранную систему. Вот она тут залита. Ещё, да, будет разговор о том, чем заливается, и для чего это нужно. Это будет необходимо и обязательно. Вот тут уже с пластинами наверху. Там, где вот высоковольтная часть. А с обратной стороны, там внутри стоят аккумуляторы. Плата защиты, которую надо поменять на блок зарядки. Тут мы видим проводочки, которые идут с самой микросхемы на возбуждение тора. А вот здесь уже выходные. Концы этого тора именно высоковольтные. И вот эти высоковольтные, вот они припаиваются в полосе одной и второй. И идут к множителю. Вот здесь подключен плюс. И это у нас не кольцо, оно кольцо не замкнутое. И минус идёт на иголку. Вот он пошёл вот здесь вот. И дальше вот два светодиода. Синих пока. И вот такая конструкция получается. Вот, внимательно смотрим. Вот подходит плюс. Кольцо здесь алюминиевое. Оно, конечно, можно и медное. Как видите, не замкнуто. И вот иголочка. Вот подходит сюда. Всё подробно будет объяснено в следующий раз. Пока смотрите вот именно так. И готовьтесь. Вот видно здесь вот плата защиты. Вот выключатель. Вот разъём питания внешний. И вот представьте себе, что такую схему удалось разместить в таком малейшем корпусе, в котором ещё и аккумуляторы, и плата защиты. Вот пока на сегодня всё. Всю механику, всю сборку будет всё в следующий раз. И потом ещё я объясню, расскажу методику, как этим всем пользоваться. И вообще, для чего ещё это можно всё применить. Это далеко ещё не все возможности, кроме того, что бороться с вирусами и бактериями. Тут довольно-таки широкий диапазон возможностей. Ну, а теперь всем пока. Всем здравия. Старайтесь запасаться запчастями и повторять эту конструкцию. Как видите, она очень несложная. Довольно простая. Вся особенность вот именно в этом конструктиве высоковольтной части. Сделана очень оригинально и очень совершенно. Вы видели первую конструкцию, которая была настольная, насколько она большая, и насколько всё миниатеризировано. Всё. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok